Самое интересное. Нужно суметь объяснить идею построения вещественных чисел. Один раз, точно получится. Это вам не вот эти вот детские книги. Что? То есть, только идею я сейчас, на самом деле, объяснительно смогу. Но строгое проведение всего этого дела, простой способ, послушать лекции Шапшенко. Простой, правда. Он там очень подробно, спокойно рассказывает. Но, пожалуй, это будет чуть-чуть сложнее. Объясняю почему. Потому что он все-таки для студентов, и поэтому он заодно с вещественными числами строит еще поэтические. Есть такое замечательное понятие – поэтические числа. Вот. И, соответственно, там конструкция такая же, но, тем не менее, с непривычки это может быть для вас трудно. Но, в основном, еще полезно. Потому что фоэтические числа – это замечательная конструкция. Я сейчас объясню идею двух конструкций. Одна конструкция называется «Сечение Додекина». Додекин – это один из великих математиков XIX века. Очень много не делал для теории чисел. Ну, вообще, начальник. Додекин – это «Сечение Додекин». Я совершенно не понимаю смысл слова «фундаментальное». Оно имеет нехорошие, знаете, фундаменталистское церковь и так далее. Когда говоришь «посредственно сводящиеся в себе», по крайней мере, ясно, что ничего такого политического церковного не имеешь в виду. Ну, это то же самое. Когда говорят «фундаментальные последовательности», то имеют в виду ровно то же самое, что написано. Сейчас давайте я быстренько… Ой, да, еще есть, конечно, идея «десятичные тропы». Согласитесь, это такая понятная любому школьнику. Ну, это сложно работать. Нет, нет, примерно так же. Давайте я тоже пишу «десятичные тропы». Ну, вот это я точно не буду доказывать. И поэтому два слова «сторопы» я остановлюсь. Дорогие мои, определение такое. «Вещественное число» — это плюс или минус целая часть, запятая, когда считается бесконечности цифр, да? Все записано в десятичной системе исчисления. И при этом одно правило. Если у вас где-то написано 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, а перед этим не девять, то можно здесь везде написать нули, а перед этим цифру что? Увеличить на один. И вот это считается строго одно и то же. По определению. Поэтому все эти философские споры, а вот 0, 9, 9, 9, 9, это то же самое, что один или не то же самое? Ответ. То же самое по определению. Не потому что это надо как-то там доказывать, доказывать надо, что вся вот эта конструкция действительно даст вещественные числа. А, кстати, что здесь даст вещественные числа? Это значит, что будут верны правила. Ну вот там будет понятие сложить, умножить, разделить не на ноль, вычесть. И будут верны естественные правила действия, которые вы знаете в вашем классе. А умножить на Б, равно Б умножить на А, ну и так далее. Так вот, я точно буду это доказывать. То есть стройте вещественные числа. А вот эти две конструкции, я сейчас просто не расскажу. Я просто объясняю. У меня вообще основной курс этот совсем не про это. А про, понятно, про какие-то конкретные задачи. И, извините, на экзаменах никаких вам это точно не спросят. Вот, поэтому это просто для общего. Одно занятие на это не жалко потратить, а больше уже яблок нельзя. Так вот, дадекинтовое сечение – это очень простая, по сути, вещь. Смотрите, когда вы пишете «пи равно» «нули», «четырнадцать», «надцать», «ненадцать», «ненадцать», «два», «шесть» и так далее. Понимаете вы, что, по сути, вы говорите, когда это написали, число «пи» больше трёх, но меньше четырёх. А здесь написали. Число «пи» больше, чем 3,1, но меньше, чем 1,2. Понимаете, здесь больше, чем 3,14, но меньше, чем 2,15. Понимаете? Фактически вы всё время с каждым новым аминтистичным знаком уточняете значение числа «пи». Правильно? И в результате можно себе представлять, что вот здесь вот здесь число «пи», а здесь есть всякие меньшие числа «х». Вот где-то здесь тройка, где-то здесь двойки, там еще ноль и так далее. Так, ребята, если внимательно посмотреть, можно сказать следующее. Число «пи» задаёт разбиение всех рациональных чисел на два множества. На те, которые меньше, чем «пи» и те, которые больше, чем «пи». Вот это и называется левый и правый классы дедекинтового сечения. Определение дедекинтового сечения называет представление множества рациональных чисел в виде объединения двух непустых множеств. При этом для любого числа из множества «р» и для любого числа из множества «р» «х» меньше «пи». Понимаете, где это? Левый класс и правый класс. Не обязательно «пи» любое число. Разбивает все рациональные числа на те, которые больше и те, которые меньше. Вопрос. В какой момент у дедекинтовых сечений, вот если строго строить, при помощи дедекинтовых сечений и вещественные числа, в какой момент у дедекинтовых сечений возникает проблема? Вот у десятичных тропей проблема с подряд идущими девятками. А в какой момент у дедекинтовых сечений проблема? Очень просто. Нужно договориться, что если у вас есть какое-нибудь рациональное число, то, смотрите, слева от него это все, которые больше, справа от него все, которые меньше. Но мы же договорились, что все множество рациональных чисел должно быть разбито на проказ. Нет, все нормально, мы должны договориться его куда-нибудь относительно, левый или правый. То есть мы должны договориться, что когда берешь вот это число, причисляешь к правому классу, а все, что меньше, называешь левым классом, то это тоже самое, что когда его причисляешь к левому классу, а все, что больше, к правому. То есть, понимаете, одно рациональное число реально задает два дебективного сечения. В одном случае оно входит в левый класс, а в другом случае оно входит в правый класс. И, собственно говоря, вот это единственная проблема для дебективного сечения. Единственная проблема, потому что приходится все время про это помнить и во время доказательств про это все время вспоминать. Больше там проблем нет. Вот давайте я сейчас совершенно попросту объясню, что такое сумма двух вещественных чисел, если они заданы как дебективного сечения. Сможете сказать? Вот пусть у вас есть одно вещественное число, оно задано двумя классами. Вещественное число, как дебективного сечения, способ разбить все рациональные числа на два множества, на левый класс и на правый класс. Есть другое вещественное число, которое задано на ль штрих и р штрих. Так? Мы хотим узнать сумму. Что для этого можно сделать? Это очень просто, ребята. Что такое число из левого класса? Это приближение снизу. Что такое число из правого класса? Это приближение сверху. И здесь тоже есть приближение снизу, приближение сверху. Что же мы должны сделать? А, приближение снизу. Мы должны поскладывать числа. Одно число отсюда, другое отсюда. И это будут приближения снизу. И мы должны складывать числа. Одно отсюда, другое отсюда. И это будут приближения сверху. Поняли идея? То есть класс L-L' это множество чисел вида А плюс Б. Где А принадлежит L и B принадлежит L-T. Понятная идея? Да. Вот. Ну и то же самое для А для верхнего, да? Так вот, если бы мы при этом получали дедакинговое сечение, то было бы счастье. А мы бы не получаем. Точнее не всегда получаемое. Объясняю почему. Когда вы складываете корень из двух с корнем из двух, взятым за знак минус. Смотрите, какая прелесть. Вот у вас есть корень из двух. У него есть приближение снизу. Ну, 1,4 или 1,4, ну и так далее, да? Проближение снизу, всё классно. У минус корень из двух есть приближение сверху, да? Всё замечательно. Вы складываете. А вы понимаете, что вы ноль никогда не получите. Вот когда вы берёте число, которое меньше, чем корень из двух. Вот некое рациональное число, которое меньше, чем минус корень из двух. Складываете, и вы получаете, что А-B меньше труда. Если вы возьмете здесь, чтобы они были очень-очень близки, пожалуйста, хочется очень сюда одной миллиарды и здесь, то вы можете подходить очень близко к нулю, но нулём не станете никогда. И то же самое сверху. Если у вас есть какой-то человек, который больше корень из двух, и у, который больше, чем минус корень из двух, то их сумма возраст больше будет. А тут мы используем то, что у нас она двойственная. Сумма получается так, что вы построили L плюс R штрих, вы точно так же строите R плюс R штрих. И вот тут надо сказать очень важную вещь. Эти множества обладают тем свойством, что любое число из L плюс R штрих меньше, чем любое число из R плюс R штрих. Обладают? Да. Обладают. Замечательно. Всё хорошо. При этом может быть рациональное число, которое ни в таком виде L плюс R штрих, ни в виде R плюс R штрих не подстает. Может. Но такое число максимум одно. Да. Объясняю почему. Я на самом деле напомню. Вы здесь можете подойти сколь угодно точно. И здесь сколь угодно точно. И сверху, понимаете, да? И вот представьте себе, что вы взяли из левого и правого класса какие-то числа, чтобы между ними расстояние было меньше, чем 1 миллиард. Замечательно. И здесь мы взяли числа, чтобы между ними расстояние было меньше, чем 1 миллиард. Замечательно. Тогда между X плюс Y и A плюс B расстояние будет меньше, чем 2 миллиарда. Поняли? Замечательно. То есть они будут достаточно быстрее. Но при этом можно вместо миллиарда брать миллиард-миллиардов. Потому что любой человек. И значит они будут сколько угодно быстрее. И раз это будет в одну точку. А поэтому реально больше, чем в одну точку не будет. И это здорово. Поэтому настоящее определение сложения додекиндовых сечений звучит так. Берем любые два додекиндовых сечений. Рассматриваем вот такое множество. И рассматриваем множество R плюс R штрихов. И если возникла точка, которая никуда-никуда не вошла, то куда-нибудь ее отправляем. Куда-нибудь, неважно куда. Потому что вы договорились, что когда есть рациональная точка, то сюда считается одно и то же. Так, я дал определение сложения? Да. Дал. Должение? Да. Если это является рациональной точкой? А по-другому не бывает. Дело в том, что додекиндовое сечение определяется для рациональной части. Мы строим вещественные числа через рациональные. Мы считаем, что рациональные числа уже знаем. Додекиндовое сечение называется взбиение множества всех рациональных чисел на два класса. На левый и правый. При этом любое число из левого меньше любого числа из правого. И это не пустые множества. Все понятно? Ну так, а как мы иррациональные возьмем? Еще раз. Иррациональным числом называется то число, у которого нет рационального числа, которое осуществляет это самое. Вот я сказал, что когда у нас есть рациональное число, то оно определяет два сечения и при этом мы считаем их эквивалентами. Но вообще-то бывают сечения, которые не делаются никаким рациональным числом. Ну вот, например, в качестве правого класса возьмем все рациональные числа, квадраты которых больше двух. Вы согласны, что никаким рациональным числом такое не сделаешь? Вот и все. И тогда, если мы берем как бы разбиение дела по иррациональному числу, у нас нет двойственности. Мы не можем делать разбиение по иррациональному числу. Потому что при этом подходе иррациональное число это и есть сечение. Иррациональное число называется сечение, которое не производится рационально. Кстати, если кто-то захочет прочитать это со всеми подробностями, то есть вот такой толщины, книжка Фехтенгольца, которая так и называется в прошломатическом анализе. Книжка замечательная. Она выдержала огромное количество изданий. В том числе, она много лет служила учебником для педагогических вузов. И не только для них, а и для многих других вузов. И, господа, а знаете, что это означает? Очень понятно. Это значит, что это не просто книга, а суперпонятная книга. Потому что, если даже наш игрок способен это почитать, то значит ученик-то тем более. Кстати, я сейчас совершенно без шуток. Все понимают, почему нет? Почему математический анализ полезно учить по учебнику для техников? Вот я знаю самую лучшую книжку «Зайцы. Курс высшей математики для техников». Читаете, все сразу поймете. Почему? Потому что людей, которые хотели быть инженерами-строителями, ну, я не знаю, нефтяниками там и так далее, их не просто много, а очень много. Так вот? И они все через это проходили. Причем они через это проходили в режиме, что человек утром проработал свои 8 часов, потом вечером пришел в техникум, ему там еще 3 часа что-то попреподавали. Вы понимаете, какой человек после работы на стройке? Но он при этом это, знаете, понимал. Это означает, что школьник, которому не надо с утра на стройке, так сказать, многопудовые грузы, это безусловно поймет. Ребята, если книжка выдержала много утверждений и на большую аудиторию, то это значит, что книжка хорошая. Фехтенгольд замечательный тем, что он хотя и сотни страниц по объему, но они читаются просто быстрее, чем художественный текст. Читаете и все понимаете. Потому что это написано для сотен тысяч читателей. Понимаете, в чем разница между учительской профессией и независимым университетом? Это очень просто. В независимом университете каждый год выпускают от одного до семи выпускников. Понимаете? Замечательно. А сколько учителей есть в стране? Ну, много. Судья тысячи. Понимаете? Поэтому, когда в независимом университете преподаватель рассказывает, он это рассказывает, ну, нескольким десяткам человек. Десяткам человек, да? Редко-редко, когда у них там сто человек на первом курсе, да? Да и то очень быстро все уменьшается. Поэтому он может не особо заботиться о понятности. Потому что к нему пришли там супер олимпиадники, понятно, да? Умные и так далее, и так далее. Когда учебник написан для сотен тысяч, для миллионов, то, разумеется, должен быть понятным. И вот, поэтому я без шуток говорю. Кому интересно, просто скачайте книжку «Фехтангольца», это очень легко. Знаете, там, масса есть способов ее получить, совершенно бесплатно. Вот, это не проблема. В общем, эти книжки в огромном количестве, ребята, лежат. Место, где их много, знаете? mccme.ru, там есть раздел «Электронная библиотека». Совершенно официально, за бесплатно смотрите. Я не помню про «Фехтангольца», лежит он там или нет. Но огромное количество книжек есть на «Рутрекере». В смысле? В этом нет ничего уголовного. В общем, огромное количество моих файлов там лежит, и вовсе не потому, что я уголовник. Нет, нет, секунду. Господа, надо очень хорошо понимать разницу между, что называется, таким пиратством, когда там деньги воруют, и вещами по старым книгам. Поверьте, «Фехтангольц» давно умер. Поэтому, если на нем кто-нибудь зарабатывает, то явно не он, не его семья. И поэтому, когда вы скачиваете книжку «Фехтангольца» из «Рутрекера», ничего плохого вы не делаете. Вот честное слово. Надо понимать смысл. Нет, я очень люблю этот источник. Он очень правильный. Очень правильный. Я, по-моему, объяснил сумму? Или не объяснил? Да. Что такое сумма додакинговых сечений? А сколько умножили? Да. Нужно объяснить. Мы же же делить двух. Мы же делить двух. Делить двух, но умножить хочется. Представьте себе, что у нас есть два додакинговых сечения. И я хочу их умножить. Что? Может, получится так, как между ними тогда образуется несколько? Нет, дело не в этом. Там не в том, что между ними образуется. Как вы там предоставлены? Брали любое число отсюда, любое отсюда складывали, и любое отсюда, любое отсюда. Так? Так. Можем ли мы так сделать с умножением? Нет. Нет, конечно. Объясняю почему. Потому что вы вот здесь берёте сильно отрицательное число. И здесь берёте сильно отрицательное число. И произведение их замечательным образом оказывается сильно положительным. Поэтому умножение додакинговых сечений – это история грустная. Во-первых, надо сказать, что такое положительное вещественное число. Сможем ли мы? Это когда число ноль лежит в левом классе. Это точнее не отрицательное. А положительное – это когда ноль лежит в левом классе, и ещё какое-нибудь положительное рациональное число тоже лежит в левом классе. Понятно? Понимаете? Положительное число – конечно. Так вот, оказывается, что более-менее нормально звучит определение произведения для положительных додакинговых сечений. Представьте себе, что у вас есть число ноль, у вас есть додакинговые сечения LR, так L – это понятно, что LR, и LR, и у вас есть додакинговые сечения L' и LR. Как мы определяем, что такое произведение? Это очень просто. Берём любое число отсюда и их перемножаем. Берём множество всех таких чисел, что X принадлежит R и Y принадлежит R. Это понятно? Да. Ну, дальше. Берём любое число отсюда. Ну, не знаю, какого значения. А. Берём любое число отсюда, B, и их перемножаем. И это произведение записываем уже в левый класс. Понимаете? Ну, вот эти все число мы записываем в правый класс произведения. А вот все такие произведения записываем в левый класс произведения. А ещё ноль и все отрицательные тоже записываем в левый класс. Вот так звучит определение произведения. И вы понимаете, что сразу из-за этого определения получается. Понятно, что для нуля, если додативного сечения, определяющего ноль, то все, что умножено на ноль, это будет ноль. И для отрицательного надо написать минус. Кстати, минус это понятно, что надо поменять местами все числа, знаки. Отразительное начало как зовут, да? И там левое меняется на правое. Так вот, если вы захотите проверить, что А умножить на Б плюс С это АБ плюс АС. Вы понимаете, что вам придется делать? Вам придется рассматривать не два случая. Смотрите, А умножить на Б плюс С. АБ, в зависимости от того, какие они положительные отрицательные, да? АС в зависимости от того, какие они положительные отрицательные. Б плюс С оно положительные или отрицательные. Ребята, опять-таки, это каждый раз легко. Но аккуратное выписывание всего этого – это убийство. Ну вот, порядок, собственно. В Тургольце там очень много страниц. Хотя, повторяю, он умный. И он огромное количество таких очевидных вещей пропускает. Ну, то есть, это не превращается в такие листы бессмысленных формул. Нет-нет-нет, там все разумно сделано. Вот. Я считаю, что я объяснил примерно, как делается дедекиндовое сечение. Вот. И теперь вопрос. Какая будет самая интересная теорема, когда вы все эти операции проверите и так далее? А вот это какая она будет. Что у вас получилось? Множество веществных чисел, да? Дедекиндовое сечение. Так вот, если вы для него сделаете дедекиндовое сечение, то ничего нового вы не получите. Полнота построенной конструкции. То есть, оказывается, нельзя делать в следующий раз. Вот вы построили дедекиндовое сечение, так вы пополнили множество. А вот оказывается, что дальше уже нельзя. Идея более-менее понятная. Потому что в конечном счете вы ничего там не делаете, но зная приближение рациональными числами, вы реально все знаете число. То есть, если вы умеете сколько угодно точно приближать иррациональными числами, то поскольку каждое иррациональное число можно сколько угодно точно приближать к рациональным, на самом деле ничего нового вы не получаете. Так, ну можно считать, что я больше про это не буду говорить, ладно? Идею примерно я объяснил, что если есть желающие это действительно прочитать, то читайте, как он будет вам написано. Струнный критик скажет, что, конечно, нам их тем более с половиной не доказано. Разумеется. Потому что если это строго доказывать, это будет скукотища на самом деле. Спасибо.